Рудольф Траутмятц МГУ в качестве партнера имеется в виду в рамках германо-российского вузовского диалога. Для нас это честь и я надеюсь с нашей стороны, что это не единственное мероприятие, которое будет у нас в программе, что мы будем продолжать нашу кооперацию и будем ее углублять. Очень коротко, в телеграфном стиле, что касается фонда Фридриха и Эберта. Мы являемся немецким неправительственным фондом, организацией. Я всегда в этом контексте подчеркиваю. Мы более или менее самостоятельно финансируемся из госбюджета. И хотя мы финансируемся из госбюджета, мы все-таки независимы и абсолютно независимы. Что касается повестки дня нашей, что касается нашей программы, немецкое правительство дает нам деньги, но не вмешивается в наши работы. Я хотел бы сказать, что расстановка сил очень хорошая. И второе. Мы политический фонд. Если хотите, мы с точки зрения идеологической заклеймены в кавычках тем, что мы представляем идеи социальной демократии, социальное партнерство. Мы достаточно близки, по нашим взглядам, социальная демократическая партия Германии. Мы не являемся структурой этой партии. И третий момент. Если даже мы небольшой фондом, мы все-таки являемся глобал плеер международным игроком. У нас в 107 странах наши офисы открыты. В России с 89-го года уже присутствуем. И надо сказать, у нас в Москве есть бюро, в Санкт-Петербурге офис и в городе Новосибирске, когда зимой в Новосибирске бывает, что там бывает холодно весьма. Но если вы хотите, какие у нас программы реализуются в рамках фондов, то вы идите на наш сайт www.stv.ru. Это российский сайт, и там вы найдете массу публикаций, которые вы можете скачать, ну, скорее, на немецком языке, не столько на русском, но на русском языке. Все больше объем увеличивается этой информации. Если позволите несколько слов, что касается нашего диалога в вузовской сфере. У нас два понятия в данном случае заведены в программу. Это современность и партиципация, соучастие студентов, в том числе мобильность и партиципация. Это два, прежде всего, понятия, которые определяют современный уровень развития. Ну, можно спросить, а что значит современность? Потому что ведь можно исходить из традиций, из истории. Я вчера очень коротко в интернете поблуждал и нашел историю высшей школы, и там два очень интересных момента. Итак, в 1972 году, в 1972 году, в Каире, университет Рассада, это, скажем так, школа духовная, которая по-прежнему существует. 400 тысяч студентов там обучается, в этой духовной школе. Если взять, скажем, западноевропейскую, раннюю феодальную систему, то это где-то сравнимо в данном случае с религиозным образованием, скажем, монастырским для монашек и монахов. Но, повторяю, это лишь наши исторические корни. Если мы будем каким-то образом отграничивать эту историю от современности, то мы выйдем на две плоскости, на два уровня. С одной стороны, это секуляризация. То есть университеты сегодня не идентифицируют себя, прежде всего, как, предположим, воспитание и образование религиозное. Прежде всего, это речь идет о хранении знаний, но прежде всего генерации новых знаний, новой информации. Это, скажем так, масштабы и измерения новой современной школы. Если речь идет о генерации новых знаний, когда мы говорим о том, что мы производим, порождаем новые знания, то тогда мы интегрируем себя как некая единица автономная. И в этом смысле здесь есть очень много отличий и противоречий, которые мы будем здесь дискутировать. С одной стороны, мы можем только автономно генерировать новое знание, но с другой стороны, знание можно генерировать только если вы выполняете соответствующую, так сказать, функцию поставщика услуг для общества. И именно нужно знать, где это знание должно генерироваться. Это диалектическое как бы противоречие или поленапряженности, автономия с одной стороны и с другой стороны, целевые установки. И, наверное, это и есть то, что мы называем идентичность высшего образования сегодня. Если сегодня критическое замечание сегодня, а может быть лучше завтра, имеем дело и будем дискутировать о баллонском процессе, то вот в этом поленапряженности можно говорить о модуляризации или партикуляризации знаний для того, чтобы более активно и оперативно переводить полученные знания из университетской плоскости в общество, в практику. И нужно задаться вопросом баллонские процессы. Это действительно в данном случае тот процесс, который действительно несет, с одной стороны является автономией, с другой стороны целеполагательной функцией. Итак, партиципация и мобильность. Есть еще два очень интересных понятия, но мы о них будем говорить. Я хотел бы сказать, что рад тому, что у нас есть возможность поучаствовать в дискуссии. Нахожусь, что это будет очень хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...